И небольшой пасскриптум про концепцию всего этого ремонта. Хочу доказать, что квартира с дорогим ремонтом, ну это не всегда айс. Здесь его нет. Сюда можно ввести кучу денег и сделать все дорого и богато. Концепция о другом. Сделать просто не со вкусом. В чем мы найдемся? Пока. Итак, занятие ремонтом закончено и на мой взгляд на все 100. Со вкусом судить будешь ты. Но было ли это просто, я тебе сейчас расскажу. Это видео о том, как делался ремонт в этой квартире. И посыл основной в том же, что это можно сделать любой и зачем это было нужно. Давай по порядку. Итак, идея этого проекта была в следующем. Взять убитую квартиру, сделать в ней ремонт. И чтобы в совокупности это получилось не дороже, чем купить квартиру где-нибудь на периферии. Путь был тернистым, но идея полностью себя оправдала. Как это было? И о том, можешь ли ты это повторить? Смотри. Следуя первоначальной идее сделать ремонт максимально недорого, первой мыслью было это восстановить то или сохранить то, что здесь уже имелось. Например, стены. Но трогали одно, начинала сыпаться вторая. В итоге полный демонтаж всего, что было в квартире. Сняли все полы и выкинули. Снесли все стены и выкинули. И в итоге, когда добрались до штукатурки и начали ее демонтировать, за ней оказался сюрприз. Это настоящий красный кирпич, который прятался, блин, в доме из силикатного кирпича. Когда я его увидел, я понял, кирпичу в этой квартире быть. И вот когда в квартире не было уже ровным счетом ничего, кроме стен и убогих коммуникаций, нет, не этих, встал вопрос, надо ли их менять. Да, это стоило просто дохрена. Вот эти батареи, они ехали из Москвы. Но коммуникации это основа любого хорошего ремонта. Это то, почему нужно менять коммуникации. Вот что бывает с металлическими трубами. Вы можете сделать охренеть, как круто вокруг, но когда труба рванет, все это затопит, придется вскрывать стены, чтобы менять. Это не ремонт, это халтура. В итоге, коммуникации во всей квартире были поменены. Они были поменены сверху на чердаке, они были поменены у соседей снизу. И в итоге теперь я, как хозяин этой квартиры, могу спать спокойно. Но и это еще не все. В процессе замены, вспомни, здесь было две батареи. Мы их убрали, поставили вот эту большую, она греет точно так же. Но это высвободило свободное пространство. А вот это уже в корне поменяло концепцию всего ремонта. Уже не просто и со вкусом. Уже современно и эргономично. Получилась рабочая зона здесь. Получился камин здесь. Ну это просто охренел. И вот следуя новой концепции, задача стала сделать всю квартиру максимально удобной и эргономичной. Такой, в которой захотел бы жить я сам. И я считаю, что это максимально мне удалось. Это та самая пятиметровая кухня, которая была здесь. То есть вот эта стенка, она не сдвинулась ни на сантиметр. Но она нашпигована по последнему слову техники. То есть такой, какой на сегодня должна быть кухня. Плита, посудомойка, холодильники. Все это здесь есть. Даже газовая колонка удобно спряталась. Вот, все законно, все правильно. Тяжело ли это было? Да. Одну газовую трубу переваривали дважды. Но теперь здесь комфортно находиться. Причем как со стороны кухни, так и со стороны комнаты. А теперь пойдемте дальше. Ну вот мы и подобрались к самому маленькому и к самому сложно проектированному помещению в этой квартире. Я говорю про санузел. Помнишь сидячую ванну? Помнишь унитаз, сидя на котором ты упирался ногами в батарею? И вот ты заменила все это. Это было очень тяжело. Сюда встала стиральная машинка. Там удобно находиться. И вот это я считаю своей большой заслугой. Как в плацкарте. Хорошо. Вот так вот. Так что все, держитесь с соседями, меняйте коммуникации. Блин, делайте ремонт нормально. Смотри. По основным моментам мы пробежались, я все тебе рассказал. Осталась пара приятных мелочей, которые неплохо дополняют этот ремонт. Пойдем. Говорю в первую очередь про розетки в откосах. Безумно удобная штука, которая позволяет использовать столешницы на все 100%. Конечно же, это проходные выключатели, которые позволяют включать и выключать свет, не вставая с дивана и не бегая на другой конец коридора. И, наверное, самое классное решение, которое пришло в процессе ремонта, это подсветка. Выглядит она примерно вот так. Музыка. 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 Ну вот мы и подобрались к финалу. Я считаю, что проект удался на все 200%. Вот эти квартиры, в том состоянии, в котором они были в начале видео, они продаются сейчас в районе 5,5 миллионов. Сделать такой ремонт, это выходит примерно миллион. Вот и считай. Это те самые цифры, за которые ты купишь нормальную квартиру, но где-то на периферии. Не бойся делать ремонт. Это может сделать каждый. Я его делал вообще без какой-то подготовки. Главное – идея и понимание того, что ты хочешь воплотить. И все у тебя получится. Живи в Питере. Живи в том самом Питере, в котором ты хочешь жить. И все у тебя получится. Меня зовут Александр Сустов. Ты на канале Понаехали. Удачи!